Казанские ученые разработали тест-системы для определения антител к коронавирусу. В ближайшем будущем, после адаптации, такие системы можно будет использовать для обнаружения геморрагической лихорадки. О том, как это будет работать, смотрите в нашем сюжете. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни человечества. Ограничение работы заведений, перевод на удаленку части сотрудников, дистанционное обучение. Список можно продолжать бесконечно. Одной из главных тенденций в научной сфере стал поиск вакцины от коронавируса и совершенствование методов диагностики, чтобы максимально сократить время анализа. Казанские ученые одними из первых начали работу в данном направлении. Тест-системы мы разрабатываем как классические на основе иммуноферментного анализа, то есть это системы, которые обычно используются в клиниках диагностических лабораториях, так и экспресс-тесты, так называемые тест-полоски, которые позволяют проводить экспресс-анализ на наличие антител к возбудителю COVID-19, вирусу SARS-CoV-2. На сегодняшний день можно говорить и о первых успехах проекта. Тест-системы, разработанные в КФУ, применялись для тестирования людей, переболевших COVID-19 и готовых сдать свою кровь. Дело в том, что одним из способов лечения коронавирусной инфекции является переливание плазмы переболевшего больному. В проекте по созданию банка плазмы, переболевших COVID-19, на момент, когда мы этот проект запустили в мае, не было ни одной тест-системы, которую мы могли бы приобрести в Республике Татарстан для этих целей. И, по сути, научная разработка Казанского университета и позволила начать лечить пациентов этой плазмой. В ближайшем будущем опыт разработки тест-систем ляжет в основу разработки тестов для определения геморрагической лихорадки. Прорабатывается вопрос по разработке экспресс-системы для определения антител против геморрагической лихорадки с почечным синдромом ГЛПС или мышиная лихорадка. Для Республики это актуальная проблема. У нас ежегодно, к сожалению, люди болеют этим заболеванием, тяжелым заболеванием, который очень часто приводит к инвалидизации или даже смерти пациентов. И мы надеемся, что в этом году мы приступим к разработке тест-системы против ГЛПС. О том, насколько успешна будет данная разработка, можно будет говорить лишь после первых испытаний. Однако уже сейчас ясно, что как серьезный научный проект она имеет место быть. Александр Фирсов, Радик Загедулин, Ленар Девлетьяров, Универньюс.